Здравствуй, зритель! Сейчас тебе грозит обзор последнего заказа сазона. Почему последнего? Потому что у меня там были баллы на день варенья, 500 баллов, которыми можно платить одну четверть заказа. И что-то сначала написали они, что типа год эти баллы живут, потом пришло письмо на мыло, что только до конца месяца они живут, баллы на день варенья, и что-то это, учитывая, что там доставка сейчас 300 рублей на базу выдачи, считайте, только 200 рублей будет скидка, то я решила все-таки заказать, пардон, себе то, что по большей части только на озоне можно найти, но и то, что мне при этом нравится. Ну, короче, в общем, это я уже опробовала, что-то вернулась, такая вся «хочу в душ, хочу в душ» и пошла пользоваться этот гель. Благодаря одному бывшему зрителю, не будем называть его имя, потому что он уже бывший зритель, я открыла для себя марку «Органик Тай». Два раза мне этот зритель дарил шампунь «Органик Тай» и «Мандарин», а тут я решилась заказать гель для душа, я что-то почитала отзывы, и вроде название такое интересное, а хрен знает, чем пахнет, вроде отзывы какие-то не очень, и название какое-то вроде знакомое, и в итоге остановила свое мнение на «Мандарине». В общем, «Мандарин» 505 рублей сейчас на «Озоне» это счастье стоит, ну, как бы там скидки, то все, я уже, был у меня ролик там с обзором с «Озона» по поводу этих офигенной доставки, дорогой скидок, и если кому интересно, этот ролик тоже будет в плейлисте «Озон», так что гляньте там, что у нас тут, так же, как шампунь в составе, тут первым местом идет гидролат лаванды, потом… В общем, та фигня, которая создает мыльщий эффект, алоэ вера экстракт, еще фигня, создающая мыльщий эффект, гель, так, пардон, грин-ти, ну, в общем, экстракт зеленого чая, глицерин, экстракт сия, море или что-то такое, в общем, какой-то экстракт, цитрусовая, ну, лимонная, скорее всего, кислота, почему это обозначается тыциус айсит, в общем, лимонная кислота, огурец экстракт, жужеба масло, мандарин оранж эссенциал масло и грейтпрут кислота экстракт, или что-то в этом роде. Тут у нас, короче, так написано, ценнейшие органические масло и экстракты, мандарина, жужеба морских водорослей, вот что это морское было, зеленого чая, огурца, грейтпрута, лаванда и алоэ вера, обеспечивают натуральное антисептическое воздействие, увлажняют и тонизируют кожу, возвращают, еют пругость, борются с целлюлитом, ух ты, но если он у меня есть, то оно с ним и проборется. Так, еще что у нас тут? Натуральный аромат мандарина помогает восстановить силы и создает хорошее настроение. С наступлением моего 35-летия человеческого у меня что-то хорошее настроение, вообще из ушей, наверное, лезет, разве что из ушей только не лезет, наверное. Ручная работа, тайский спа, ароматерапия. Идеален для чувствительной кожи, подходит для ежедневного применения. Натуральный гель для душа. Ну, он как бы такой до хрена концентрированный, 12 месяцев после вскрытия. До какого он у нас вообще живет? Тут где-нибудь есть? Эй, чувак, ты до какого живешь? Ну и сделано в Таиланде. Партия, смотри, на упаковке, дата изготовления. А, вот оно, на жопе в этот раз написано. Сделано у нас 30 сентября прошлого года. Он вот такой вот, я делала себе какой-то отвар самопального мыла жидкого, или типа того, на шкурках мандарина, вот примерно такого же цвета идет. Надо было, конечно, наверное, сразу капелек 5 или 6 на губку фига. Я сначала, в общем, 5 раз я капала на губку по 2 капельки. Вот реально вот так открываете, и там вот тупо больше не уедется. Вот, ну, если постараться, конечно. Он концентрированный, вот 10 капелек за 5 раз мне хватило, чтобы тушку помыть. Я думаю, надо было сразу просто на губку не 2 капельки капнуть, как вот я что-то, да хрена, так экономно думаю. Ну, раз он концентрированный, значит, что ништяк будет. А у меня губка еще такая вот, ну, как цветочком, как шариком. Вот такие губки, которые потом со временем распускаются, и такие большие становятся. Такая сеточка и губка с шариком. Ну, и, короче говоря, по-моему, у меня ее даже кто-то дарил из подписчиков. У меня еще кто-то дарил. Еще есть губка от одной из подписчиц. У меня, по-моему, уходи, очень такие губки дарили. Подписчицы, подписчики. Их мало, которые что-то дарили. По большей части они донатили, но губок они мне не дарили. Хотя пенки для умывания дарили. Некоторые бывшие подписчики. Короче, в общем, этот, тут так написано, компания, изготовитель, компания БААН Таркай. Мне почему-то показалось, что там типа банан, только букву пропустили. Еще показалось, что это таракан, но тут вообще Таркай. Римитед. Ну и т.д. и т.п. Короче, слушайте, экономичный, хороший гель для душа. Не то, чтобы суперпену дает, но я вот думаю, что потом, я завтра его еще протыщу на тему 5 капелек и на губку. Как он там будет мылиться. Ну, слушайте, аромат классный вообще. У меня, конечно, там есть еще гель для душа. У меня ивановский не закончился. Я еще там пару ивановских заказала. Не знаю, подружка будет делать заказ в итоге или нет. Но как бы есть чем мыться, но что-то мне так его хотелось периодически. А тут еще всего лишь 505 рублей. 260 миллилитров. Да хрена экономичный. Я еще думала, может его отливать. Как вот я шампунь делала, отливала в отдельный флакончик, добавляла воды, разбавляла и разбодяживала, трясла вот так. И часть выливала на башка. Но тут я думаю, что вот именно несколько капелек на губку. Потому что на башка есть волоса, а на тушку обычно на губку капаю, чтобы распределить все это по телу. К тому же у меня сейчас вот еще, кстати, и фрашерский мацелярный шампунь, ну, очень концентрированный. Вот у меня там, ну, в общем, немножко, вот по чуть-чуть буквально. Конечно, не 10 капель, не 12 я там не считаю, но как-то вот у меня выдавливается определенное количество, как я тогда в обзоре делала. Иногда даже меньшего количества хватает, иногда вот тупо с ноготь большого пальца хватает. Короче, отличный гель для душ, он мне понравился. Потом, конечно, в пустых баночках я расскажу вам больше своих восторгов или еще чего-нибудь. Но вот он, тут еще листик такой тряпочный на резиночке, такая алюминиевая крышечка. Пахнет он, ну, между грейтфрутом, мандарином и апельсином, вот что-то чем-то вот таким. Может быть, даже вот как мандариновое масло пахнет, вот, наверное, все-таки больше к мандарину. Но эти две нотки там тоже апельсин, грейтфрут присутствуют. В общем, вот. Если вы за натуральность, то я вам советую. Я еще отзывы почитала, там девочка писала, что, типа, такой-то хрена экономичный, что, типа, после такого, разные вообще отзывы, ну, суть, что экономичный, что после него на другие химические гели как-то не очень хочется переходить. Ну, я думаю, потом сама гели делать себе просто вот хотелось. Как бы, ну, день рождения, чего надо. Я, правда, не помню, какого я заказывала, но вроде даже недавно мне это отправили, и это, как бы, посылку я еще сегодня шла, мусор выкидывала перерабатываемый, не очень, не подумала, и в магазин заходила, магнитно-молоком, думаю, так как молочник сегодня не явился, хотя его люди вообще-то ждали. Ну, и, как бы, думаю, надо же, вот это там, 23-е же февраля, вы их одной думали, они могли бы. А мне написали, что 25-го, 26-го доставят, причем заказ почему-то разделили на три коробочки, хотя я еще думала, что и доставку с меня так задерут, но доставку благодаря этому оставшемуся остаткам статуса, а зон, который сейчас уже деформировался слегка вне во что, оно, как бы, писалось, что там на другие две посылочки, типа, скидка, и все вместе, все эти три коробочки за 299 рублей доставка, ну, и мы вот прислали бы они это не 25-го, 26-го, а до 23-го, ну, типа, там, 23-го выходной, я так понимаю, ну, вот, и они внезапно мне приходят смс-ка, где-то часа в три, что ли, я не сразу даже ее увидела, я говорю, о, смс-ка, что пришел заказ, сразу все три коробочки поеду забирать. Кстати, коробочки я оставила на базе выдачи, там, как бы, ну, уже, еще человек был передо мной после, и там, девушка на стойке мне предложила, что вот можно оставить, как сказала даже так, что коробочки можно оставлять. В прошлый раз я спросила, мне разрешили коробочку оставить, ну, в общем, коробочки можно оставлять, все три коробочки я оставила. Думаю, а чё? Как бы они небольшие были, но я хотела ещё в магазин рядом в пятёрку зайти, кстати, потом отдельный ролик, обзор работ. И я как-то думаю, а чё я туда пойду с этими коробочками? Может, они в этот ящичек, который обычно в магазинах фигачите, пакетики, чтобы не таскаться по магазину, и не это... Ну, как-то удобно было всё. Вдруг не влезут, думаю, ну нафиг, не буду эти коробочки брать. И мне дали пакетик под это всё. Всё. В общем, мне дали пакетик, коробочки я оставила. Так. Я ещё всё заказала, вообще долго выбирала то, сё, пятое, десятое, надо мне, не надо. Мне ещё с девчонками, ну вообще со зрителями в каком-то стриме советовалась, во флудилке, может быть, даже в итоге всё-таки купила, заказала. Короче, какой-то чай. Тупо мне надо было с чёрной, средней, листовой, но тут было много всяких разных, причём довольно бюджетных. А я увидела, ещё там отзывы были на некоторые из них. Я почитала чисто отзывы на эту марку, ну и подумала, почему бы и нет. По-моему, именно на этот чай не было отзывов. В общем, тайна богини, средней, листовой, индийский чёрный чай с подарком, 200 грамм. Ну тут вообще Индия – это удивительная страна. Многие путешественники, я тоже однажды-то я наберусь Индии, вот так буду поблизости рассеять. Так, многие путешественники, которым посчастливилось увидеть её своими глазами, называют Индию волшебной страной с красивейшей природой, древними преданиями, памятниками, тайнами и загадками. Одним из чудов из Индии считаются чайные плантации Нилгири или Нилгири Хазе. Вообще первый раз услышала про эти. А да, вот Нилгири внизу, уже по-русски написано. Индийский чай тайна богини собран на лучших плантациях Нилгири. В переводе с Хиндинилгири обозначают голубые горы. Мне сегодня пришла бумажка за газ, и там написано, что типа вот это если не делать, и это если не сделать, и вот это если не сделать, и перечисляют всё то, что у меня уже сделано, то тогда фиг вам этого голубого топлива. Я что-то так взоржала с фразы голубого топлива. Ну нет бы написать газ, ё-моё, голубое топливо. Или это я такая извращенка, испорченная. Голубые горы, короче. Они, словно могучие исполины, возвышаются посреди буйной зелени эвкалиптов. Голубых мед... камен... 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 каменных, ё-моё. Голубых каменных или каменных хз. Деревьев. Как написано, так и считаю. Я удаление оставить не знаю. И кипарисов, и сгибающихся орех, и срывающихся водопадов. Царство дикая жизнь. Ге-гей. А отвесные склоны, бескрайние долины, величественная плата, даже укромные уголки и горные трещины могут быть заполнены этим великолепным чаем. Я как раз вчера пришла к мысли, точнее, сегодня ночью, когда... В 14 или 15, короче, две уже с лишним недели день, поняла, что я засыпаю в лучшем случае в 4-6 утра, что надо, как вот однажды товарищ мне сказал... Друг, а лучше, и года 3 назад уже, когда я что-то, ну, поздно засыпала, поздно ложилась, как-то так, с бессонницей было, но мне поругались, что тут, типа, всякие крепкие чай на ночь пью, и что надо недели две-три попить вечером травяные чай. Вот нашла сбор, который делала для себя этого парня, ну, в смысле, для родней, еще и для себя остатки совсем. Заварила, и внезапно так хорошо пошло. Думала, мол, блин, травянистая хрень какая-нибудь по вкусу, без меда не попьешь. А нормально? С конфетками пошло. Так, сейчас тестово зимну. Ой, хуй. Несмотря на немалое количество сортов, выращиваемых в Индии без примесей, продается на внутреннем и внешних рынках всего 4. Да и в России-то как-то дофига со всякой примесью продается. Самое интересное, что я сегодня даже, я пришла, короче, что-то поняла, что меня вырывает. Ну, может, поэтому смс-ку не услышала вовремя. Где-то на 4 часа меня вынесло. Мне говорили, что у меня слегка такой неженский сленг, поэтому слово вырубить, я думаю, это, наверное, все-таки действительно грубо относительно к девушке. Поэтому, думаю, вынесло самое то. В общем, вынесло меня на 4 часа. Тут всего 4 части. Как раз 4-4, еще для четверки будут 4 четверки китайские, символизирующие кое-что. Кому интересно, загуглите. И Нилгири один из них. Чай с плантацией Нилгири производится традиционным методом. Мягкий, тушистый, крепкий, терпкий, бодрящий, обладает ярким рубиновым настоем и насыщенным ароматом. Поэтому знатоки чая считают именно его настоящим индийским чаем, который прекрасен в любое время года и дня. Условия хранения хранить чисто без посторонних запахов помещения в относительной влажности воздуха не выше 70%. Почему я это читала? Потому что я на остановке другую часть прочитала, а эту нет. Так что остальные части я вам просто покажу. Можете на паузу нажать. Можете где-то загуглить, если хотите почитать. Тут он жопа сделан. Он у нас 26.07.18. 24 месяца он живет. На Санетто 200 грамм. Чай черный, байховый, индийский, среднелистовой, натуральный чай, индийский, без гомострона, происхождение Индия, изготовитель Трио, хороший чай, Магнитогорск. Фактический адрес тоже Магнитогорск. 3w.gutti.ru.ru В общем, ну и сверху у нас тайна, богини, индийский черный чай. 200 грамм, среднелистовой, гути. Что я вообще выбрала этот чай? Там был какой-то просто черный чай со всякими фильтрованными пакетиками и ложечкой в довесок. Но какие-то вот травы у меня отсутствовали, потому что, допустим, уребина красная в прошлом году не вродилась. Еще что-то было. И что-то было, а что-то не было. Я сначала не хотела покупать то, что я купила в итоге, и базрю потом. И набрала всякого разного чая. Потом думаю, у меня и так вроде черного чая пока хватает. Хотя вот, ну, как бы он то есть, то нет. Ну, есть, есть, а вот что-то путное вот как-то у нас редко вообще можно найти. И я все в поисках вот Аллакозовский хрен, где найдешь, если только на часовой ехать. И то не факт, что в том магазине он есть. Потом, как он там, Азерча именно среднелистовой мне пока не особо доводилось так конкретно в чистом виде найти без всякой примеси. Потому что всю остальную примесь, которую там есть, я могу сама освоять. Но в итоге я остановилась просто на этой пачке. Там было, я еще загуглила в Яндекс.Одзовы видео. Там были вот этот, богиня, по-моему, тоже со слониками. И богиня, значит, вот с подарком. Только браслетик это. В общем, что у нас тут, все-таки немножко вам прочитаю. Тут браслет индийский богиня. В общем, если вам, в каждой пачке, если вам повезет, ну, в каждой пачке и так есть. В каждой пачке чая, подарок, шарм или браслет, на который вы будете коллекционировать шармы. Пусть это будет вашей тайной богиня, эгегей. Ну и я выбрала с браслетиком. Там был с браслетиком, потом, значит, со слоником. Я посмотрела, ну, нахрен мне эти слоники. У меня он у обезьянов есть, всякой требухи тоже. Браслетики как-то прикольные. Плюс отзывы на какой-то там чай, там тоже, что типа вот браслетик, типа прикольно. И еще этот, блин, надо было что-то взять. Что-то у меня как-то, но не подцепляется. И еще был, в общем, вот три вида пакетированного и россыпью именно черный чай. Пакетированный фильтр пакета вот этой травы всякой разной. И там ложечки. Думаю, нахрен мне ложечки, ложечки у меня вроде пока есть. Короче, я просто подумала, если он мне понравится, то я потом на Азоне закажу себе. Может, у них будут какие-нибудь баллы давать, типа в подарок. Чтобы как-то эти окупились доставки хоть частично, блин. Чем бы у меня это скрыть-то? Во, оно подцепилось почти. Может, мне поближе как-то поднести эту калку. Там, наверное, звуки будут, как я ее беру и подношу. Так, ладно, с другой стороны мне все равно монтировать. Сейчас я возьму какой-нибудь ножик и вскрою, это счастье. В общем, я взяла какой-нибудь ножик. Может, у меня тут только один такой, канцелярский. Сейчас мы это как-то всекроем. О, даже коробочка слегка порезалась. Да ёрт моё. Да, кстати, гель был вот в таком пакетике. И он был вот здесь вот. Я уже прорвала, а так он был запаян. Чтоб ничего не вытекло, так как он всё равно порвался, то сюда мы эту хрень уберём. Чтоб потом выкинуть на переработку. Сейчас мы узнаем, чё нам... Чё нам... Точнее, чё мне досталось. Вам-то оно ни хрена не досталось. Ух ты! Эй! Во! Браслетик, и на нём шармик, по ходу дела. Или это сам такой браслетик, куда эти шармики суются. Ну, в общем, если буду у них покупать этот чай, или где-нибудь увижу. Или вдруг кто увидит и решит... О, это тот чай, который Лёлька рекламила в этом своём обзоре со зона заказа. Надо ей купить и подарить. В общем, то... Я соберу что-то такое. Надо это как-то вскрыти. Слушайте, такая интересная хрень. Он какой-то как-то подвижный. Может, он как-то это, раскручивается? Ну, на руку-то он как одевается? Или где-то тут раскручивается? Или сам оденется. Или сам оделся. Сам оделся. Я понимаю, что-то ни хрена не серебро, какая-то там типа бижутерия. Тут написано у нас... ЛАФ. ЛАФ. Но прикольно. Вот иногда мне нравится какая-то типа бижутерия. И вот там писалось, что типа якобы два пакетика чая. Но тут на самом деле один пакетик чая. 200 грамм. Если вам интересно, то я могу сделать какое-нибудь дневное чайпитие, как я его завариваю. Как он выглядит. Гути. Ну и как он там по вкусу. Стоит такое брать или не стоит. Или стоит брать только из-за браслетика кому-нибудь в подарок. Еще молчай. Вот браслетик. Вот пакетик. Из-под браслетика. Следующее. У меня как бы нету... Ну как-то так получилось, что ни бэушных после какого-то средства, ни вообще тех, которые я покупала тогда маленькие спрейчики. Как-то нету в наличии вот этих спрейчиков. Я как-то брала уже в этот... В Азоне. По-моему, такой формы был. Или не такой. Вот они немножко разные все же. Или такие же. Одинаковые. Короче, в Азоне. На Азоне я как-то брала такой вот спрейчик. Он у меня был с какой-то моей мурой. Самопальной. И довольно такая эффективная, хорошая штука. Так. Не туго. Ну как бы туго, но не настолько, что не открыть. Ну и при этом так, что не прольется. Как бы оно пустое, но оно удобно вот так отщелкается. И я помнила, что они такие вот хорошие. По 46 они что ли. Примерно так они вроде есть. Ну в общем, я брала, кажется, по 46. И я вот заказала себе два этих спрейчика. Один как бы под нужды бедняков. Ну в смысле то, что я собиралась себе сделать. Тут вообще никак не получалось. Флакон 250 мл. Бесцветный. Плюс крышка-спрей. Флакон номер 315. Комплект. Хобби групп. Производство 1 октября прошлого года. Срок годности не ограничен. Мне подлежит обязательной сертификации. Железногорск. Курская область. Короче, это точно так же. Ну, один я взяла про запас. Просто мало ли чего такое. Может кому приспичит. Там типа скажет. Лёля, сделай мне какой-нибудь там спрейчик. Или морду протилалку. Желалку или ещё что-то. Вот у меня был спрейчик. А другой вот то, что я хотела тут заваять. Я правда сейчас вот не вспомню, что я хотела. Но когда я тут буду ваять. Дезик у меня надо, короче, освоять себе этот восковой. То как раз я надеюсь вспомню. В общем, вот два замечательных флакона. Не, конечно, вы можете сказать, что там можно зайти в фикс прайс и купить подешевле что-то такое. Ну, фикси, по-моему, они там какие-то по 30 миллилитров. А по 30 миллилитров как-то, ну, совсем не то несё. Вот такой марципан. Я у них, я не помню, заказывала я его или только первый раз беру. И до этого всё время думала. Именно вот это вот маленькие, по-моему, 100-граммовый пакетик я всё-таки заказывала у них на зоне. А такую баночку мне пару раз присылала Юлька из-под Питера. Которая вот у меня подружка есть. Клиентка моя. С которой мы с 2011 года общаемся. В общем, тут у нас, эта фирма, кстати, этот Зентис или как-то так. Я и буханочки такие в Ашане, бывает, продаётся по 100 с чем-то. 100 грамм, 107, что ли. Ну, 107-110 как-то так рублей. Иногда такие буханочки, ну, большей части на зоне есть. Иногда они по 78, иногда по 100 с чем-то. Но вот раз что-то не было этих буханочек, именно вот этой фирмы, именно этой фирмы я привозила, когда была 100 лет назад, в 2014 году осенью, в Таллине и Хельсинки. Ну, и их вообще можно вот такие купить где-нибудь в таких городах, типа Питер, Москва, там даже в Ярике. Ну, у нас вот только в Севашане, когда есть, когда нет. Ну, и на зоне. И он что-то, по-моему, 245 рублей был, а тут есть 50 грамм. И тут состав, в общем, хороший очень. Тут, в общем, сахар потом, ну, этот, миндаль 26% и какой-то там сироп инвертный и чего-то еще. Ну, короче, состав хороший. А, вот тут, наверное, по-русски где-то есть. По-русски есть где-нибудь? Да, где-то есть по-русски, но тут у нас наклейка по большей части озон на жопе. Озон выбирай. Поэтому как-то не очень прочитаешь. Ну, в общем, я его пробовала, он мне очень нравится. Я решила, что почему бы и нет. Если вы любите марципан без всяких там вот добавок, не вот этот грандин или как там его грандарты питерские, где по большей части не сколько миндаль, сколько арахиса, а какой-нибудь любой другой орех и вообще не знает что, то вот я вам его советую. Очень хороший марципан, мне очень нравится. Картошка это называется. Картофелин. Сделано у нас 13 декабря прошлого года. И вот все равно год и живет до 13 декабря. До этого года. Ну и что же я еще купила себе? Без чего я вполне могла бы прожить, но не всегда оно есть в угличе. И по большей части, если есть, то оно как бы... Я вот щелкаю уже эти шарики. Как бы... Произвольно так сама щелкаю случайно. Оно или дороже. Вот последний раз, когда я видела, оно 500 с чем-то было. Или просто его нет. Именно вот этого. И я хотела именно такой на день рождения, но так как я подруге как бы не уточняла, я думала, что оно зайдет... Ну, будет в том магазине, где он часто бывает, а она покупала уже как вот пятерки. Как получилось, так и пошло. То, в общем, у меня есть кофе оригинал. Оригинал. А это у нас бусида кода. Третья, наверное, баночка кода. Еще на баночках у меня все эти баночки сохраняются. Так, у меня же есть ножницы, ножницы, ножик с собой тут. Баночки все эти, короче, сохраняются. Надо потом глянуть. Ну, в общем, кода мне очень нравится. Мне нравится лайтовый кофе. Это розовый. Лайт. Бусида. А еще мне очень нравится кода. Они разные, все разные практически. Друг друга немножко напоминают, как-то перекликаются. Но вот мне больше всех нравится кода и лайт. И когда мне лайт слегка как-то поднадоел, я влюбилась в кода. И теперь у меня две любви, кода и лайт. В общем, шведы делают для японцев. Закидывают частично в рашку. Но изначально, насколько мне известно, это именно японский кофе. Японская марка, японцами созданная. Так. Чего и тут у нас? Жареный кофе Аравика премиум. Бусида куда теперь в каждом кристалле бьется отважное сердце самураев. 17 декабря прошлого года сделано, это 1 декабря 2021 года. Да, вот тут Швейцария написано. Я что-то увидела этот импортер России. Я не увидела сначала импортер, увидела Россию. Думаю, блин, только бы не в России, вдруг стали это делать. Если стали, то как-то вменяемо. Хорошо, что в Швейцарии. Хотя я тут вчера гуглила, то Мэри, вот эту, я только не поняла. Мэри Грейс и Мэрис, это одно и то же, надо будет спросить у людей, знающих. Короче. И там был как раз у этой Мэри с шоколад на Валентина, как раз вот с бусида в названии. Типа для вашего воина в день Валентина подарите девушку парню. Так, вот тут такой интересный он. Такими кусочками, ну, как бы сублимированный с молотым кофе. Мой любимый кофе. Тазон на жопе, ну, в смысле на голове. Он что-то 489 или как-то так, слушайте, что-то не помню. Так как у меня оно только в электронном варианте, чек, и это все как бы на компе. Вот этот был вот так просто запакован. А этот запакован, слушайте, со всех сторон. Но вот этот Кода был он в отдельной коробочке. Потом гель для душа и флакончики были в другой коробочке. А чай и вот этот кофе были вот в еще одной. Чай, кофе, точнее, марципан были в первой коробочке. В общем, у меня тут есть очередные пупырки, которые я уберу однажды по пупырю ими. У меня есть очередной пакет озоновский. Ну, как бы, в него бы вот так не вредны бы, наверное, эти коробочки все. Но вот без коробочек оно, вполне себе, хорошо вошло. Я еще с ним в магазин зашла. В общем, вот так вот утром было напакован вообще со всех сторон. Вот этот мой розовый кофе. Лайтовый кофе. Я даже этот кофе отсорачиваю. А нет, придется все же это, наверное, режечком порезать. Режеком, по-моему, ножик называла моя мамана дедушка. Не знаю почему. То ли это оговорка какая-то была семейная, то ли чего еще. Вот в чем минус вот этих сидений вблизи, когда лицо во весь монитор практически. Вот если я что-то делаю, то мне надо вот так вот поднимать. Не, пустые баночки я так и буду снимать в том режиме, как вам нравится. Я уже поняла это и как бы и мне удобно, и вам нормально. Обзоры тоже лучше делать чуть подальше, отсаживаться. Вот такие вот обзоры. Эх, сихочи. Вот. Ой. Открой меня, называется. Если сможешь. Хочет собакса. Мне эта пупырка для АСМРа нужна. Кофеечком пахнет. Лайтовый кофе. Лайт Катана. Бузида премиум кофе. Ко-ки. Джапан. Нихон. Хе-хе-хе. Я раньше удивлялась, почему дедушка японцев называл нихонцами. А потом стала изучать японский и поняла почему. Я только не догоняю, почему нихонцы называются нихонцами, а все остальные их называют японцами. Хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе. 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 Так, Лайт Катана. Это у нас сделано 16 ноября 2018 года. Это 31 октября 2021 года. У нее нету такой наклеечки, как на кода. Вот только я на кода такие встречала, что вот собачиваешь, а там курочек внутри, еще что-то. Нежный бархатистый арабика Кения. Тоже Швейцарист. Тоже 100 грамм. Вот, кстати, там все время пишут, что, ну, 90, типа 5 грамм. Вот, наверное, сейчас я решила глянуть. А здесь что написано? Ну, на некоторых кофе, вот, магазинах даже пишут, что 95 грамм. А так приходишь, берешь, а она 100 граммовая. А да, вот здесь 90, действительно 95 грамм. Слушайте, какое это открытие кода. Вот, а вот в этой 95 грамм, а здесь 100 грамм. Ну, в чем вообще прикол, ХЗ? Так-то банки одинаковые. Ну, в общем, у меня теперь две баночки с кофе. Розовый кода. Ну, еще там оригинал есть. Так что, ну, все. Вот такой у меня заказ. Всем спасибо за просмотр. Не совсем прощаюсь, потому что сейчас я еще один ролик запишу. Хотя, возможно, они будут монтироваться и будут выкладываться в разное время. Вообще, я сегодня планировала много записать. Там, урода переводить. И, может быть, шматье перестристи на камеру. Но вот внезапно случилось, что пришла. СМС, конечно, пришел заказ. Так что, с этим как-то опять придется подождать. Ну, я уже привыкшая. Я там некоторые запросы вообще по два года не выполняю. Потому что забыла, они где-то записаны. И надо вдохновение. Всем пока! По скриптуму уже на следующий день. Я тут, значит, пытаюсь рассоединить, ну, как бы, на браслетик же вешается подвесочка, да? И я отображаю, как ее открыть. Значит, думаю, ну, как-то оно должно рассоединяться. Вижу, что вот тут как оно бы рассоединяется. Но у меня ногтем не получается подцепить. И тут, значит, я-то была уверена, что тут просто бижутерия. Ну, как бы, бижутерия под серебро. Но на самом деле, люди, это серебро. Тут проба вот эта 925-я. Не знаю, как бы, вот, ну, как бы, чтобы внятно видно было, видно или не видно, через камеру мне не очень понятно. Но я решила по скриптам этот записать, потому что так получилось, что у меня пока еще не смонтировалось видео про Азон. Зато я вам покажу это вот. Я вчера поизвращалась, вообще я выпила травяного чая, который себе этот заваяла. Еще давно у меня этот был травяная смесь. Но раньше еще в той квартире на меня чай как-то травянул. Ну, практически не влиял. Не холодно, не жарко было по большей части. Вот эти, как бы, чтобы вырубиться вовремя. И меня в 10 уже начало срубать, учитывая, что как бы еще и раньше начало срубать. Потому что я его как-то в 4 часа где-то начала заварила, попила. Я поняла, что надо его часов 8 пить, потому что иначе вообще вырубают. И учитывая, что и так-то зеваю люди, да еще как-то некоторые негодующие зеваю. Но, видимо, сами никогда не зевали. Короче, я 2 часа с лишним собирала разные вариации «Мадоки». Денный альбом сделала. И вот тут, кстати. Потом уже увидела, что я думаю, что я, наверное, правильно собрала, что, наверное, спереди это пишется, что «Магика» квартет. «Магический квартет». И я даже... У меня даже сейчас вот только сегодня получилось делать так. Я поняла, что он удвигается. Еще зонтик разбирается. Человек, что послал, оказывается, не знал, что зонтик разбирается. В общем, человек мне скинул фотку перед тем, как подарок отправить. И вот у меня, наконец-то, получилось собрать с зонтиком так, как было на фотке. Хотя там рука другая была. Но я решила, что рука как бы машет. Ей так идет куда-то с зонтиком. Бежит даже куда-то. У меня еще в процессе одна из волосин, ну, хвостиков, вывалилась. Я когда поняла, что они шевелятся, стала крутить, и она у меня открутилась. Не очень поняла, зачем там шея еще была. Ну, ладно, этот ролик вообще-то был озону посвящен. Ну, ладно. Ничего, я думала, озон не обидится, что я тут не только про озон говорю. Короче, в общем, чая за 149 рублей или как-то так. Ну, за 100 с чем, короче, 200-драмовая пачка чая среднелистового индийского, упакованного в России на озоне. Ну, я просто этот чай вообще больше ни денег не делала, только на озоне. И то случайно. И вот внутри реально серебряный браслетик. Я еще как-то так подумала, но у меня как бы на бижутерию всегда как-то не очень. Не то чтобы аллергия, но что-то такое всегда бывает. Наверное, это аллергия, потому что, ну, оно как бы... Вот на руке поносишь или на пальце что-то такое, типа, не серебро и не золото, и не мельхиор при этом. И оно, в общем, такой след остается на коже. А тут вот ничего не было, я с ним таскалась-таскалась. И тут что-то увидела, а он реально серебряный. Так что, люди, даже если этот чай будет не очень, а вы по серебру тащитесь, идите на озон или где-нибудь и покупайте тот чай богини. Так. Вот такие дела теперь точно пока. Это, наверное, не знаю, там я сколько раз прощалась в том ролике про озоновском. Но вот теперь конкретное такое. Пока. Пока. Пока.